Сегодняшнее слово – это Деяния 2 глава, 42-й, 47-й стихи. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали, и мнение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, воля Бога, и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Благословите друг друга. Давайте наслаждаться миром Божьим. Мы благовестники, спасающие эту эпоху. И давайте вместе унаследуем ту пустынную землю, которую Бог нам дал в наследие. На этой неделе у нас будет проходить кемп проповедования, и это возможность для нас для того, чтобы сиять светом Христа на тех местах действия, которые Бог доверил нам. И наша церковь получила благословение, чтобы быть платформой, базой для этого кемпа. И все мы, конечно же, не только на время, когда кемп проводится, но и каждый день все мы, все верующие на своих местах действия провозглашаем имя Иисуса Христа. Мы сияем светом Иисуса Христа. И есть еще, конечно, те местодействия, которые Бог откроет и новые местодействия. И также придут люди из других церквей, поэтому для нас это возможность начать молиться за новые местодействия, за новые встречи. Поэтому также мы, когда смотрим в отношении Писания, также в отношении нашей жизни, мы видим, что каждый день действительно, как в Писании сказано, я творю все новое. Поэтому каждый день может казаться и чем-то одинаковым и похожим, если особенно мы работаем на каких-то работах таких. Но в действительности в духовном мире происходит изменение, происходит то, что, может быть, для нас не видно нашим физическим глазам. Но в следующем случае, если мы молимся постоянно, то один момент придет изменение даже и на физическом уровне. И даже и когда мы смотрим в отношении, что Иисус сделал, первое дело после воскресения Своего, то мы видим, что Он пришел для того, чтобы дать исцеление тем ученикам, как Петру, который отрекся даже от Него. И второе, что Он сделал, Он, когда собрал всех на горе Елеонской, когда проповедовал о Царстве Божьем, то есть Он желал, чтобы они обрели силу. И вот это то, что происходило в течение 40 дней, когда мы читаем книгу Деяний, первую гламуту, мы видим, что Иисус, Он проповедовал о делах Царства Божьего. И эти дела Царства Божьего, это не только то, что нужно было делать ученикам и апостолам Первоапостольской Церкви. Это все то, что происходит и сейчас на наших местах действия, и то, что предстоит делать. И те дела, которые будут происходить на местах действия верующих из Латинской Америки, и которые сейчас также будут проходить 40-дневное обучение. Поэтому мы видим в отношении Первоапостольской Церкви, несмотря на то, что условия были, в которых они находились, они были в гонениях, и не только Рим против них стоял, но также и иудеи. И со всех сторон была опасность, со всех сторон можно было ожидать какое-то предательство. И несмотря на это все, мы видим, читая книгу Деяния, вторую главу, мы видим, что они были единодушно вместе. Они делились друг с другом всем, что было. Они даже продавали имения свои для того, чтобы финансово обеспечить друг друга тех людей, которые имели недостаток в чем-то. И в итоге мы видим, что даже Римская империя после 300 лет склонила колени перед Христом. Поэтому те верующие христиане, которые не имели, казалось бы, никакой силы, никакого такого бэкграунда, они проповедовали Слово и смогли не своей силой, но силой, которую Бог дал, потому что Иисус сказал, что вы примете силу, когда садет на вас Дух Святой. Поэтому точно так же и мы, может быть, мы по сравнению с людьми в мире, на тех местах даже действия, где мы находимся, будем казаться, что у нас не хватает чего-то, но Бог нам даст силу и даст все, что необходимо, если действительно мы будем идти в том направлении, которое Бог желает. Поэтому первое, что нам важно, это испытать действия исцеления в своей жизни, потом также обрести силу, и также, что третье, что третье, это то действие, которое Бог желает, чтобы мы сегодня через послание, которое мы посмотрим, что необходимо, чтобы в нашей жизни совершилось. что Он сказал, когда возносился, что Он сказал, что Он прибудет вместе с нами, что Духом Святым прибудет вместе с нами. И поэтому, можно сказать, третье дело, которое совершил Иисус, это то, что Он сказал, что пребудет вместе с нами. И это дело, которое совершается еще и продолжает, продолжает совершаться. Потому что Он сказал, что Я пребуду с вами во все дни до скончания века. И поэтому мы видим, что то Слово, которое сказал Иисус, оно продолжает совершаться и по сегодняшний день, потому что до нас с вами дошло Слово об Иисусе Христе, дошла благая весть, несмотря на все гонения, несмотря на все проблемы. Это означает, что действительно Слово Божье, оно живое и действенно. Это означает также, что Бог силу дает Свою ученикам и тем людям, которые следуют за Ним. И мы видим, что мы также не своими силами это делаем. Ведь Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стихи, там сказано, что я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя, который пребудет с вами вовек, и не оставлю вас сиротами. И поэтому Дух Святой, который пришел и который помогает нам, чтобы мы действительно могли быть источниками благословения для этого мира, чтобы мы были те, через которых спасение идет в этот мир. Поэтому это самое большое благословение из всех благословений. Это не какая-то сила, которой просто мы говорим сила, но это никакой действительно силы нет. Сила Духа Святого, она действительно есть, она проявляется в наших жизнях. Конечно, если кто-то будет даже своими силами, без водительства Духа Святого, и даже не имея Духа Святого, религиозно, религиозный образ жизни вести, будет какие-то усилия прилагать для того, чтобы каким-то образом повлиять на людей, то такое тоже может получиться. Но здесь мы можем также видеть, какой результат будет этого, какие плоды будут этого. Действительно ли это ведущие в жизнь вечную, которые несут любовь, мир, радость, долготерпение, благость. То есть мы видим, можем видеть по духу даже тех религий или философий, которые в мире есть, какое содержание внутри таких людей есть. Действительно они живут своими силами, стараниями, либо же это действительно благодать Божья и сила Божья. Поэтому настоящее благословение состоит в том, чтобы Дух Святой действовал внутри меня и превосходил мои стандарты, мой уровень. Только силой Духа Святого я могу превзойти свои какие-то стандарты и свой уровень. И только таким образом сможет ожить церковь следующее поколение и может прийти ответ спасения мира. И посмотрите примеры в отношении даже Ветхого Звета, которые для нас как прообразы в отношении Иосифа также. Мы видим, каким благословением наслаждался он, что действительно дела рук его благословлял Господь. И что в доме Патифара, когда он находился, и когда уже пред фараоном он предстал, что тогда сказал фараон, что где мы можем еще найти такого же человека, наполненного, в котором бы настолько пребывал Дух Божий. Посмотрите, что даже неверующий человек, фараон, который был неверующим человеком, он увидел, он признал, что действительно Дух Божий пребывает с Иосифом. И что за ответ, который получил Иосиф? Он стал тем, через которого спасение пришло, и его семья, и его род, и даже Египет, и даже весь мир. То есть Бог привел Иосифа на это место действия для того, чтобы через Иосифа происходило действие спасения и оживотворения. Так и мы с вами, если будем наслаждаться видением, которое Бог дал, миссией, которую Бог нам дал, то точно такое же действие будет происходить и в наших жизнях, и даже когда мы видим в отношении Илии и Елисея. Елисеи, когда мы видим, они шли вместе с Илией, и Илия ему говорил «Останься здесь, в Галгале», или «Останься здесь, в Ерихоне», и ты будешь там человеком, которого будут уважать, ценить, и который ты будешь управлять этим всем. Но он не остался ни в Ерихоне, ни в Галгале, нигде. Он сказал «Мне нужен дух, который пребывает с тобой на тебе, мне нужен этот дух вдвойне». То есть он действительно искал Божьего дела. Он искал того, что угодно Богу. И мы видим, какое действие происходило в его жизни тогда. Действие спасения народа, действие оживотворения людей. Поэтому мы с вами, находясь на наших местах действия, подобно верующим Первопостольской Церкви, которые также имели свои дела, которые были на своих местах действия, были свои работы у них. Но они свою жизнь направляли в духовном мире, в направлении, которое Бог желает. Идти до края земли и проповедовать Евангелие всем народам. И поэтому и свои старания, и свои деньги, все то, что как бы вся их жизнь была направлена на это. И мы видим, что Бог, Он благословлял их, и они не имели недостатка в чем-то. То есть, если где-то был какой-то недостаток, то это покрывалось даже кем-то другим. Но все вместе мы видим, что прежде всего они испытывали действительно силу Духа Святого. И когда мы видим дальше Деяния 2 глава 2 стих, мы видим, что действие Духа Святого произошло как действие подобное огню и ветру. Что это означает? Это то действие, которое невозможно остановить. Это мощная сила Святого Духа, который сходит с небес. Для чего? Для того, чтобы действительно те скрытые раны внутри меня могли исчезнуть и исцелиться. Посмотрите в отношении даже верующих, которые собрались тогда. Ведь они не были какой-то элитой, даже большинство из них на то время в Израиле. Они были слабыми, несовершенными, даже неудачливыми в своей жизни. Очень многие из них. Но несмотря на это, они следовали за Иисусом как ученики. мы даже в отношении Петра видим, даже Петр, в принципе, который был настолько верным, казалось бы, Иисусу Христу, он даже сбежал от него. То есть вот эти все вещи, которые все сущность, сущность, которые внутри меня есть, раны, которые внутри у нас есть, то, что запечатлилось внутри нас, вот это то, что и препятствует нам наслаждаться благословениями Божьими. И то, что помогает в какой-то степени нам прийти ближе к Иисусу Христу, искать Бога, потому что мы понимаем, что мы своими силами не можем получить исцеление, своими силами не можем избавиться от этого или превзойти это все. поэтому те люди, понимаете, если мы будем своими силами пытаться все это изменить в своей жизни или в жизни других людей, то это не получится, потому что все люди полны каких-то комплексов, скрытых мотивов, расчетов. Но если мы действительно начнем испытывать действия Духа Святого в своей жизни, то это все начнет исчезать, подобно как огонь, он сжигает вот эти все, весь мусор, все, что не нужно, то же самое внутри нас будет происходить такого образа исцеления. И даже мы видим, что люди, почему они на то время даже продавали, не в том призыв, что сейчас нужно продавать свои имения какие-то, не в этом дело, но просто если действительно получить ответ, если действительно выявить важность, как на тот момент выявили апостолы, они поняли, что все это видимое, что у них есть, это не то, за что необходимо держаться в этом мире, это не то, что может принести действительно счастье, не то, что может принести изменить что-то в моей жизни и в жизни людей, по-настоящему изменить что-то. Поэтому они не держались за все то видимое, что у них было. И как результат, мы что видим, что как внутреннее исцеление в их жизни происходило, так и через силу Духа Святого, который сходил на них. Как в 4 стихе написано, что они были наполнены Духом Святым и даже начали говорить на других языках, других наречиях. То есть, если есть необходимость, Дух Святой действительно может действовать таким образом, что мы сможем, как мы говорили, превзойти свой уровень. И даже люди, которые вокруг них были, они говорили, не эти ли, не из Галилеи ли эти люди, то есть, эти рыбаки необразованные, как они могут проповедовать или говорить о чем-то таком, что они ведь не ученые люди совсем. Поэтому, если есть необходимость, действительно, если мы искренне следуем Богу, то Бог дает дополнение Духом Святым и помогает нам превзойти свой уровень даже, то, что невозможно нашими своими силами. И здесь секрет этого всего это в том, чтобы действительно искренне следовать за Богом, признать, где и в чем недостатки, открыть это все перед Богом, и Бог наполнит и покроет это все. И посмотрите, как Петр, тот, который убегал, стеснялся признать даже, что он христианин, что он следует за Христом. В итоге, мы смотрим третью главу, четвертую главу книгу Деяния, мы видим, что он поднял Хромова, сказав, что золота, серебра нет у меня, но именем Иисуса Христа встань, ходи. Потом, четвертая глава, он сказал, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме как имени Иисуса Христа. И дальше, мы видим, он и Корнилию проповедовал, и те встречи, которые он получил, то использование в деле Божьем, которое он получил, это намного выше того уровня, который он был, изначальный уровень. Поэтому мы видим, что когда приходит действие Духа Святого, когда мы находимся внутри течения Слова Божьего, и внутри мы желаем делать, быть в деле Божьем, то происходит то, что вокруг нас изменения происходят. И те изменения, которые нашими своими собственными силами невозможны. Посмотрите, те, как вообще Бог действует? Посмотрите, Бог, Он не меняет окружающую меня среду, но Бог желает, чтобы мое сердце изменилось. Бог не меняет кого-то вокруг меня, людей, но Он действует так, чтобы через изменение моего сердца, моего образа мыслей происходило спасение других людей. Когда я исцеляюсь, когда я обретаю силу, то это есть приходит действительно ответ, абсолютный ответ Божий. Приходит действие Божье, и тогда люди, которые вокруг меня есть, я начинаю видеть их уже по-другому. Когда действие Духа Святого происходит внутри меня, я начинаю видеть тех людей, которые вокруг меня есть, как тех, которые нуждаются в Евангелии. И поэтому мы видим, что все те люди, которые собрались тогда, из всех тех 15 стран, 15 районов, открылись двери для того, чтобы передать Христа им, объяснить им Евангелие. Они принимали Христа, мы видим, и веровали. То есть изменение, не в этих людях что-то произошло, изменение. Изменение произошло в апостолах, учениках, людях, которые собрались тогда. Поэтому мы видим, что даже 17 стих, что там говорится, что мы люди, которые тогда ученики, апостолы, они начали видеть также совершение Слова Божьего. Начали видеть совершение того Слова, которое Бог дал, что было пророчественно пророчественно по пророкам Иаилем, что будет в последние дни, когда я залью Духа Своего на всякую плоть. И вот те люди, которые те люди, которые могут видеть совершение Слова Божьего, это действительно те люди, которые следуют за Богом, следуют за Словом Божьим. И через них, через таких людей происходит действие спасения. И как в 21 стихе также говорится, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Это то Слово, которое говорил пророк Иаилем, и это то Слово, которое стало совершаться в жизни этих людей. И это Слово, которое продолжает совершаться и в сегодняшнем дне. И что мы видим как результат этого всего? Это то, что написано в 41 стихе, что 3000 учеников приложилось, тот день присоединилось около 3000 учеников, 3000 человек, которые стали следовать за ними. Поэтому, когда они собрались вместе, когда они продолжали держаться за Слово Божье, молиться, то двери истинных благословений открылись для них. И что важно действительно в жизни верующих людей, в жизни христиан, это наполнение Духом Святым. Это приходит через размышления над Словом Божием. когда будет наполнение Духом Святым, то придет сила превзойти себя, превзойти свой уровень. Мы сможем не просто стараться и так вот насильно себя заставлять как-то по-другому смотреть на людей. Это естественным образом получится, что я буду видеть по-настоящему души людей, их состояние. И тогда я не буду получать раны от них, потому что я буду видеть их состояние, я буду понимать их и откуда исходит даже то, что они может быть против меня говорят. Посмотрите, также как минимум мы видим пять таких основных моментов в отношении 42-го, 47-го стиха. Первое это то, что верующие, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То есть они пребывали в слове. Они держались за слово. Они проводили общение по слову как форум, мы можем говорить форум слова. И держась за это слово, они вместе молились. И вот это и есть механизм такой определенный как можно обрести наполнение и водительство Духом Святым. Как можно на наших местах действия действительно испытывать действия Божьи это слово, это размышление над словом, это общение по слову и это молитва держась за слово Божье. Вот это то, что действительно необходимо делать нам, это то, что делались ученики и Первопостерская церковь. Даже если я один нахожусь на месте действия, даже если я один, все равно действие Божье будет происходить. Я делился уже вчера также с вами про одного студента, он на этом месте действия находился один и он держался за слово Божье, он молился, чтобы произошло, чтобы Царство Божье сошло на это место действия, где он находится, чтобы не смотреть физическими глазами на все, но действительно видеть духовными глазами. И как результат, через действия Духа Святого, так как он наслаждался тем, что Бог пребывает вместе с ним на этом месте действия, естественным образом сокрушились те силы тьмы, которые на этом месте действуют, и он получил благословение встреч с теми людьми, которые по-настоящему кто-то из них страдал, на этом месте действия, где он находился. Но, конечно же, люди не будут всем говорить, что я страдаю от мукото-депрессии, люди обычно это вскрывают, но получилось, что этот человек открыл свое сердце, и он передал Благую Весть, и уже теперь многие люди, многие студенты таким образом услышали Благую Весть, и гриняли Иисуса Христа, и теперь уже также вместе они продолжают молиться за это местодействие. И еще то, о чем переживают также люди, очень часто это финансы, экономика, и что важно сказать, что Бог действует таким образом, если действительно когда это необходимо, и если необходимы финансы для того, чтобы происходило определенное действие Божье, то Бог даст встречи, Бог произведет такое действие, чтобы действительно необходимые финансы они были. Потому что Бог желает, чтобы восстановилась экономика света, чтобы эти финансы были направлены не просто на то, чтобы что там есть, что пить, что одеться, то есть какие-то наши физические нужды, но чтобы действительно это направлено было на служение Богу, на служение спасения душ людей, тогда все остальное оно и приложится, тогда не нужно переживать об этом все. И также, что мы видим, они каждый день собирались в храме и по домам и делились словом, чтобы то есть формировалась такая система по местной церкви. И мы видим, что даже не нужен был какой-то особенный храм, не обязательно, как мы видим, собираться в каком-то месте какой-то, то есть не место это важно, не какой-то храм особенный, что в этом храме в действие Божье большое происходит, нет. Мы видим Первопостольская церковь, где собиралась, и в храме, и по домам, да, они приходили в храм, то есть приходили в тот, который был, но даже когда уже храм был разрушен, как мы знаем, в 70-м году, после этого, что же, значит, Бога нету или не было действия Божьего, нет, происходило и дальше, потому что каждый дом верующих становился миссионерским домом, и вместе церковь это ведь собрание людей, это не о здании говорится. Важно, чтобы этот дом каждого верующего становился поместной церковью, домашней церковью, и становилась местом, где можно будет воспитывать также следующее поколение. Поэтому очень важна также система проповедования, где мы видим, они собирались вместе, и дальше сказано, что имели все общее, и мы видим даже, что действие, которое происходило в их жизни, вот это и есть по сути, как бы система, о которой мы говорим, то, что началось в горнице Марка, это движение горницы Марка, оно продолжается и по сегодняшний день. Это как бы движение горницы, которое мы видим с горницы Марка, с дома Марка, то есть это горница, это верхний этаж. И дальше, и дальше, и дальше мы видим в течение, смотрим книгу «Деяний», мы видим, что собирались верующие в домах, по домам и в горницах. поэтому вот это вот движение горницы, оно и продолжается и на сегодняшний день. И что мы смотрим, как верующие они испытали действие Духа Святого и как получили наполнение Духом Святым. Когда мы видим, основная проблема наша основная проблема как бы как людей, это наши мысли, наши души, потому что если разрушаются мысли, то в итоге приходят и проблемы в теле в нашем, когда наша душа, когда наши чувства приходят какие-то раны в нас есть, то есть приходят психические такие проблемы, то и так же и тело начинает заболевать. И если мысли спутаны, то происходят разные запутанные вещи и в жизни. Если сомнения какие-то, то всякие сомнительные вещи происходят. Если уныние, то приходит заболевание и тело бессилие приходит. Поэтому в то же время если обрести силу Духа, Души, если наша сила будет, то и тело оно оживает, оживотворяется. Поэтому это эпоха, в которой мы живем. Эпоха исполинов это не то, что было только в эпоху Ноя, это то, что и сейчас продолжается. То есть это те люди, которые обретают силу, не силу Божью, а силу духовную через разные идеологии, через разные религии, через разные обряды, через медитацию, движение Нью Эйдж, которое есть, движение все эти действия, которые мы сейчас видим происходят в мире, это все то, что происходит и по сегодняшний день. Поэтому действительно мы говорим о том, что молитва это духовная наука и то, что действие Святого Духа это также не просто какое-то мистическое действие, это духовная наука, это то, что происходит соответственно с духовными законами, с духовными принципами. Поэтому идет и духовная война сейчас. Поэтому и Павел писал, что наша война не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Мы видим, что три организации, которые контролируют этот мир, физический мир и через духовное через духовные силы, это Нью Эйдж, это также Иудеи и все это также масоны, это то, что происходит каждый день. Мы можем это видеть, не видеть, но это каждый день происходит, это через эти все мы как бы видим результат уже, то, что происходит сейчас в развитых странах, как бы мы говорим развитых странах, в экономически развитых странах, но мы видим, что и Европа, и Соединенные Штаты Америки, и не только эти все страны, что происходит в этих, какой хаос начинает происходить. И в чем послание, через даже мы смотрим мультфильмы, там, Дисней, там всегда идет сейчас послание, послание, что ты открой потенциал внутри себя. То есть, то же самое, что, по сути, говорилось в Бытие 3 главе, когда дьявол, он искушал Адама, Еву, когда говорил, что вы будете как боги, ты сам по себе можешь быть, ты как бог, тебе не нужно ничего, не нужно никого, вся вселенная внутри тебя, и ты можешь все контролировать. То есть, вот эти все послания, которые через мультфильмы, вот эти через фильмы, через мультфильмы, через музыку проповедуются так же. Это все та стратегия дьявола, которую он, используя людей, которые, мы говорим, исполины, по сути. Исполины — это не только в плане физически сильные люди, это люди влиятельные, которые в этом мире влияют, задают тренд, задают культуру этого мира. Но вся эта культура, она против Бога идет. Вся эта культура — это эгоцентризм, это материалоцентричность, это погоня за успехом, и это уже теперь мы видим, что хотя через эволюцию, теорию эволюции отрицалось, то есть уравнивался человек как просто в процессе эволюции совершенное животное, но сейчас уже они приходят к тому, что да, в нас есть духовный мир, поэтому нужна медитация, поэтому нужны вот эти все эти вещи, которые сейчас мы видим. И из-за этого приходят духовные практики, которые они делают. То есть медитация — это уже стало не просто религией, это просто какой-то инструмент такой. Но через это также происходит, сами того не понимая, одержимые им становятся духами различными. то есть вся культура мира, она идет на то, чтобы увести от Бога. Потому что дьявол, как в Откровении 12 сказано, что он уведет, уводит мир в другом направлении совершенно, ввел в обман, и никаким другим образом невозможно получить силу и получить исцеление. Действительно, Христос, Он совершился. Но Христос, Он для этого и пришел, для того, чтобы совершить, на кресте умерев, и воскреснуть, освободить от власти дьявола, чтобы освободить нас от закона греха и смерти, и чтобы закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. Поэтому мы, те, которые входим во Христа, мы получаем благословение восстановиться как образ Божий, восстановиться как те люди, в которых Дух Божий пребывает. И римлянам 16 глава 20 стих сказано, что «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Поэтому и 10 глава 19 стих Луки сказано, что «Даю вам власть наступать на змеев и скорпионов и всю силу вражью, ничто не повредит вам». Поэтому, как бы ни были сильны, как бы ни были лукавы все эти идеологии, все эти люди, которые есть, в этом мире, на местах действия, которые искушают, ведут и в погибель ведут людей. Целое поколение. Мы с вами имеем не свою силу, мы имеем силу Иисуса Христа. Поэтому Иисус, Он пришел для того, чтобы восстановить нас как образ Божий. И для того, чтобы восстановить те заветные отношения, которые были изначально, когда Бог сотворил, чтобы Бог был вместе. Поэтому Матфея, что сказано Матфея, 1 глава, 23 стих, «Что сидела во чреве примет, родит сына и нарекут ему имя Иммануил, что означает «с нами Бог». То есть Иммануил — это и есть, означает «Бог пребывает вместе с нами». Поэтому мы не одиноки. Даже как началась книга Матфея в 1 главе, так и заканчивается 28 главой. Сказано, что «Я пребуду с вами во все дни до скончания века, не оставлю вас». И что также сказал Иисус, что «не своими силами вы будете что-то делать, вы обретете силу Духа Святого и станете свидетелями Мне». Свидетелями чему? Свидетелями совершения Слова Божьего. Когда мы можем стать свидетелями совершения Слова Божьего? Если мы действительно держимся за это Слово, знаем это Слово, храним это в своем сердце, тогда мы сможем увидеть, что это Слово совершается. Слово будет совершаться, мы видим или не видим, знаем, не знаем. Оно будет совершаться в любом случае, но когда мы знаем это Слово, то мы будем становиться свидетелями, потому что мы будем понимать, что это происходит. Поэтому для нас Бог дал завет всемирной евангелизации. Бог сказал «Идите ко всем народам, научите их, найдите учеников в этих всех народах, передайте им, научите их всему тому, что Я учил вам». Чему? Именно о Царстве Божьем. Не о том, что мы умрем и пойдем в Царство Божье, не об этом учить нужно. Это естественные вещи. О том, что на этой земле, находясь, мы можем испытывать силу Духа Святого. На этой земле, находясь, мы можем испытывать благословение Престола Божьего, Царства Божьего на этой земле. Потому что мы уже жители, мы уже посажены на небесах, мы уже жители, мы уже граждане Царства Божьего. Поэтому с сегодняшнего дня, проснувшись, молитесь, Господь, наполни Духом Святым мое сердце, мою душу, мой разум. Сохрани, Господь, в свои руки возьми мои мысли, мой разум, мою душу. Пусть вот это спокойное, тихое время утром будет для вас временем обретения силы, чтобы вы могли превзойти свои мысли, превзойти свои чувства, свои желания даже, чтобы вы могли в течение дня, когда вы идете и встречаете людей на местах действия, вы могли действительно наслаждаться благословением встреч. Опять-таки, не люди меняются, ваш взгляд меняется. Вы начинаете видеть уже действительно не просто физическими глазами этих людей, не просто как те, с которыми надо соревноваться за ресурсы. За деньги, за позицию, за должность или еще за что-то. А как тех людей, которые, возможно, обмануты дьяволом, которые, возможно, скованы какими-то проклятиями, семейными проклятиями, которые в жизни препятствуют им прийти к Богу и которые держат их в душевных каких-то проблемах. Поэтому они обозленные, поэтому они могут быть жадные, поэтому они какими угодно могут быть. Но мы не будем обманываться ними, потому что мы знаем, что причина является такой жизнью. И поэтому мы будем теми людьми, которые будут сокрушать силы тьмы, которые будут молиться за них. И мы увидим изменения в их жизнях и в своих жизнях также. Вот это есть духовный саммит, когда мы каждый день действительно твердыни, которые дьявол внутри меня поставил, тот образ мыслей, культура, мой взгляд на мир сокрушается, потому что это то все, что есть от мира. Но когда новый образ мыслей, как образ чада Божьего, образ нового творения, утверждается во мне, и я действительно созидаюсь как храм Божий, храм Божий созидается внутри меня. Вот это есть то, о чем мы говорим, это башня, которая строится внутри меня. Это башня, которая строится на месте действия, на котором я нахожусь. Потому что если я страж молитвы, как Бог сказал, призвал меня стражем молитвы, мы читаем в Исаии, 6, 2 глава, то стражу молитвы нужна башня. Вот эта башня, это и есть то, как я смотрю на местодействия, на людей. Для чего я там нахожусь? Просто зарабатывать деньги? Или я действительно нахожусь там, как миссионер, которого Бог послал? Он сказал, идите ко всем народам и найдите учеников там. Это не означает, мне нужно сейчас идти в другую страну. Нет. Каждое на своем каждом месте действия, вот это и есть уже, как бы, идти до края земли. И каждый из нас на своем месте действия. Мы идем на эти места действия, вот это и есть край земли. Поэтому нам с вами очень важно иметь сосредоточенность. Вот эти три сосредоточенности, когда мы вечером так же все анализируем через призму Слова Божьего и проверяем все. Когда приходит тогда ответ в нашу жизнь, когда проблема, это не проблема, мы видим ответ уже внутри этой проблемы. Если это точно проблема, тогда и ответ на нее есть. Поэтому нам нужно не бояться проблемы. Потому что в проблеме есть ответ. В конфликте есть возможность обновиться. И кризис, какой бы ни был, какая бы ни была проблема, это всегда есть возможность для нас. То, что мы видим в жизни Первопостольской Церкви, точно так же, и в нашей жизни это все будет совершаться. Поэтому нам нужно наполниться Духом Святым. Давайте прославим и также помолимся темами молитвы, которые нам даны. Давайте помолимся, чтобы, наполнившись Духом Святым, мы могли превзойти наши стандарты, наш уровень, чтобы действие Духа Святого происходило внутри меня, и происходило действие исцеления, и открылись двери проповедования на моих местах действия, чтобы силой Духа Святого я мог осознать, что я не мог осознать,